Это коридор бывшего здания НКВД, затем и КГБ, по которому в далёких 30-х вели на пытки и расстрел полицзаключённых. Здесь, в следственном изоляторе, ожидали суда и желтоксановцы. В 2003 году на первых двух этажах открылся музей памяти репрессированных, который проработал всего пару лет. В 2005 году, летом, всякими хитрыми путями здание было приватизировано. С тех пор 13 лет я воюю, чтобы вернуть эту государственную собственность и восстановить музей. Согласно историческим данным, в здании НКВД с 25 февраля по 15 марта 1938 года чекисты расстреляли 641 человек. Это практически вся интеллигенция, тогда ещё Казахская ССР, среди которых Сакин Сифолин, Тимирбек Жургенов и Илья Женсугуров. Тела 39 человек, расстрелянных в первый же день, захоронили в Лагу, в районе посёлка Бурундай. Позже то место прозвали Кровавым Логом. Здесь находились наши алашевцы, и там столько памяти, столько истории. Ещё и желтоксанцы тоже при осуждении здесь находились. Как можно стереть историю и отдать кому-то под какое-то здание? Здесь она должна быть остаться музеем, эта история. Завтра наши дети будут, внуки будут спрашивать, как мы получили независимость. Мы тогда должны начать с этой истории. Вот кто нам дал это. Это для меня имеет ценность историческую. Это не моя собственность. Но у меня душа за это болит. Я буду бороться. Бороться буду до последней жизни. Общественники не исключают, что стены, хранящие память, интеллигенции и видных общественных деятелей казахского народа, могут в скором времени превратиться в очередную гостиницу. Новый владелец уже начал демонтаж. Айбану Анарбаева, Мурат Тайжанов, Телеканал Алматы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова